доброго здравия зрителям youtube канала хитрок елена жизнь сегодняшнем третьем заключительном видео обзоре про чеснок какие я выращивала на своем приусадебном участке я расскажу вам про чеснок який я получила в качестве подарка от семьи марины и виктора некие проживают в германии вот и головки на обзоре сегодня будут такие обзор яки делала я из ярым чесноком показывала вам его и вес рассказывала я к и выращиваю шутся за сорт оставлю закреплю видео пиццем видео в комментариях ознакомьтесь также у нас есть еще зимний чеснок вот такие рассказывала почему винт такие ты чеснок вот скейки им вот важна перед вами вот эти вот зубчики вся информация есть оставлю видео 2 комментариях закреплю пиццем видео и и заключительный у нас остався вот такие чеснок я не люблю оглашать такие слова я гигант но если кто из вас является специалистом по выращиванию чеснока вы можете сами написать каких-то размеров или винт стандартный или винт уж очень и очень крупный значит давайте ребята его будем вложить и я вам а кто мои постоянно уже очень-очень давние друзья такие наблюдают и кином присылала марина виктор германии подарки там же будет чеснок и буду инкубационное яйцо как курины так и перепелины вот вы уже его цей чеснок бачили и знаете про него информацию чеснок був вислан прошлый год в октябре месяце я его посадила я его посадила венку нас вырез получаете что теперь это уже наш урожай стих подарочных чесночков и будем двигаться и киевин по весу ну давайте на обзоре посчитаем я вообще-то не знаю я отправил на обзор на чеснок и делаю или так или не так но по зубчикам будем считать что зубчики в тут 6 штучек вот 6 штучек цей более тоньше меньше а вот вид более крупнее выращиваю чеснок между ягодниками тут тоже вашим 6 штучек не поделайся на 6 штук думаю 6 чеснока уже время брать семена я так думаю а вы можете написать комментарий или продолжать его сажать зубьями или можно его уже сажать семенами а мы взяли с него семена вот такие семена есть кто 9 на из новеньких зрителей я имею ввиду шин не соприкасалась с таким растением як чеснок и вы не представляете что чеснок может иметь и 6 семена по привычке мы знаем что луковицы их можно я кушать употреблять и перерабатывать да если мы там в кулинарии десь перерабатываем а также можно его и сажать вот именно вот эти зубья в неделю тебя буквица делится на зубе и потом их можно сажать но ребята есть еще такие вариант як закалибровать обновить сам чеснок вот я вам покажу чесноса на примере вот сама луковица чеснока вот его корешок зубчики c находится все в земле и до стебель листья и период времени от июнь месяц начиная выбрасывать стрелку всю стрелку можно вытягивать и убрать вот а можно оставить оставить тебя стрелка дасть вот такие семена вот вон и есть як меленькие семена вот вон и меленькие вышли и вот даже вот такие вот крупные семена яки я рассказывала предыдущих видео так как я являюсь а заводчиком птицы вода на хозяйстве я выращиваю я перепелов як и курей много возникает вопросов по именно разведению пород именно племенной работы с птицей именно материал отце инкубационное яйцо я подготовить птицу для того чтобы получить для того чтобы получить правильный птенец здоровый эти впоследствии даст и продуктивную работу то же самое и сталкиваемся с тем при сборе семян или вы там собираетесь семян семена помидор перца или вы собираетесь именно от примеру я сейчас вы бачите чеснока да вот такие вот зубчики чеснока вот вы крупней вот такие зубчики чеснока более мельче бачите более мельче тоже можно посадить вот такие вот более мельче отдельно там возможно как вероятность я не биолог не знаю возможно вероятность может повториться крупнота зубчиков возможно будет и мелко потом уже в процессе роста один год два года отсортироваться отбираются зубчики сами крупные луковицы сами крупные и высаживаются и в результате мы получаем головки с крупными зубьями чеснока так він омолаживается то есть сорт можно легко омолодить если бен разделився вот уже на шесть зубьев я думаю его время тоже омолодить хотя можно продолжать его шеверащивать и він може ну повторять вот таки вот вес головок а может идти на мелкие обычно это в народе говорится говорить выродився выродився то есть все изродився вот втором видео где про чеснок я рассказывала я рассказывала про цей чеснок почти его деление пошло на четыре зубца так как він тоже вот из семян и я его посадил вот такими зубчиками я его посадю бачьте идут вот такие вот корешочки и винном на следующий год возможно дать головки як по четыре зубчика як по 5 зубчики у може буде и по 6 наскільки буде правильно подготовленный грунт правильный день посаженный будет все проведение работы но цей чеснок я по нему снимала видео и веном она поделился все головки вот на четыре зубца здесь есть трошки больше трошки меньше но все поделились на четыре нема такого что было на три или на пять если для посадки часа буду подбирать эти зубчики то я конечно же вот видите я выберу самых два крупных или даже можно выберу один крупный вот этим она пидуть уже на еду за чеснок зим тоже хороший него есть сорт таких человек нас тоже угостыв чеснок хороший мини винт нравится по зубьям по весу зубчиков тоже проделиться от снимала видео от снимала видео вот такие зубчики крупней хорошие а так далее так ну шо ж марином чеснок тарам 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 даже есть девица разделився вот на два зубка не знаю даже почему так разделився зубчик на два зубка но они прям таких огромней нету даже третий есть с 1 давин разделився на три зубка интересно поделаешься тут один зубчик но хочу вам сказать эти сиамские близнецы просто получився чесночок сиамские близнецы давайте если вам интересно имени интересно какие вес тех сиамских близнецов ты ювелирный веса тут все кажется более точно 80 45 грамм один зубчик 45 грамм один зубчик ну и давайте пройдемся сейчас сважим чеснок а вы можете написать в комментариях наските церкви крупный потому что сейчас изобилие чеснока есть в агромагазинах интернет-магазинах изобилие чеснока велик таки сейчас стали завозить и даже цибульки разные а це есть и голландские люди их сажают пить зиму зимние цибульки так что и чесночок разный привозят я голландский возможно из других каких-то стран также и на него говорить его сортность сейчас я буду вложить ставить с правой стороны на левую сторону да чтобы у нас не было в перемешку на одной куче и примерно мы бачим який его вес чеснока с палочкой если так поставить в общем 100 грамм нему есть если у меня дверь казачка поставить вот так где правильнее 100 грамм нему есть если убрать вот такие и даже есть вот такие 83 грамма а тут поделився вен тоже на 6 частей ну трошки меньший трошки меньше есть видео у меня какие чеснок я получила я не помню или мы его важно по моему ольга и уважила вот головки может быть и такие а может быть были зубчики чеснока такие то есть напишешь о да лена у тебя такие чеснок потому что тебе удобренный город ребята никаких минеральных удобрений там примеру селитра нитромафоска и кисеки еще и удобрения минеральные да в народе ци говорит там химия потому что это удобрение цены химия химия ци если вред удобрение можно если я переборщить и туда дивана превращается в химию значит удобрение минеральные добавлялась а як 0 як 0 минеральные удобрения но именно цей чеснок сажався умен возле клубники русановка а многие зрители кто по ягодам уже знают клубника русановка и земляника вот там была дорожка это верхняя часть участка возле сорнякового соседствующего участка и прошлый год осенью я выкапывала траншею туда в траншею опускала стебли кукурузы качаны кукурузы собралась листья ореха заметалась подстилка от курей заметалась перепели не помет все той же самый макар який и в этом году я вам показываю эту траншею засыпала землей и прошло там недельки 3 пускай грубо говоря месяц и там же уже я сажала чеснок но прошлый год я его сажала поздно надо подавиться по видео я помню что это был ноябрь месяц и уже был очень холодно на городе уже ничего не надо было я очнулась у меня есть чеснок я его сажала каким способом как это быстро делать берем держак или лучше это старый держак от лопаты если сломан и затачиваем его вот такие пикаю и в землю раз в разные стороны и туда мы опускаем зубчик чеснока или цей зубчик попадает на глубину двух зубцов или на глубину трех зубцов или на глубину одного зубца ну как получится на цьому я кажется внимание не удаляю проткнула наскільки сила моя есть и мягкая земля туда зубчик чеснока раз ногой быстро прижала землю присыпала и все вот так что почему он такие уродив или это зависит от самого сорта или от самого грунта но на нашем грунте на нашем приусадебном участке выращивается еще очень много много разных культур и выращивается еще тоже чеснок разного вида разного сорта по тему чесноку ярому я рассказала почему он у нас такий прослушайте продавиться информацию и по тему чесноку вот он у нас есть тоже зимний c совсем другие даже визуально видимо бачки если цей и до чеснок вот вот таким вот цветом до красного ты и синевый ты розоватый вот вот такие вен вот такая косинешь королубка розовата заедать чисто белый если кто специалист сортах но хочу сказать что як есть более тысячи сортов 3000 сортов тюльпанов есть более тысяч помидор тысячами и тысячами за есть клубничных сортов малины также самым может быть и сорта чеснока вот примеру как я марина мне подарила чеснок винт сортовый c сто процентов сортовый его и кисть селекционер его и вывив но я его возьму высию семенами высию семенами и винда сменить примеру урожай я проработаю я возьму и вот такие вот семена и вот такие вот семена то все посадю по отдельности из них буду изымать сами сами лучшие луковицы буду высаживать все шумею чего но и д на переработку вот все можно практиковать цены один конечно вот вот 5 надо и потом в результате мы получим чеснок или не повторить вот такие вот вес или повторить вот такие вот зубчики или будет еще обещать вот так китайцы они все стараются чтобы у них было максимально все крупно но безвкусно а мы все любим чтобы нам было удобно и вкусно я буду цеснок сажать як зубчиками и буду сажать семенами так еще я что хотела добавить значит ярый чеснок его можно сажать як в ту пору а це ноябрь месяц территориально я проживаю в первомайской южной части украины северной части евразии они садят или в сентябре или в октябре южане то конечно мы не садить уже в ноябре все я делюсь а по лунному календарю работают теки по лунному календарю реки я сама его разрабатываю сама его создаю не то что есть с интернетом значит ярый чеснок его если у вас нема да его хранить а сохранить хочется посадить его с осени если у вас есть где хранить и вы боитесь садить с осени или не успели ну тоди уже ранее весной часть посадочного материала вы можете потерять потерять из-за того яке было хранение когда вы цей чеснок копали в каких условиях вы его хранили как вы его хранили тоже постепенно теряется качество посадочного материала качество посадочного материала цей чеснок вообще он шикарный вину монаш на следующий год осенью взяла из тех кос такие мали сохранилися подвале и я восстановила я рассказывала историю як я восстановила цей чеснок цей чеснок цей чеснок у нас ярый вот такие вот головки сейчас все видео поставлю на веса чтобы вам было все таки интересно зайти и подавитеся видео предыдущие это у нас ярый чеснок это у нас это у нас зимний вот такие вот белый вот такие вот зимний это марина чеснок лучше чеснок собрать коли тоже по лунному календарю в июле месяце коли немало от надо попасть так чтобы хороший день и не было дождя но оно все ребята робиться день по лунному календарю удачный а вот раз и пішли дождики пішли в июле дождики но даже если пішов дождь выбираем лучший момент а лучший из лунных по гороскопу правильных дней вот вырываем как я рассказывала что хранится в темном воздухе в темном помещении где хорошая циркуляция воздуха это может любить помещение если там окно фольгой затянули кордоном тканью шторами и лучше чтобы была циркуляция воздуха все сохранится стеблями ну ребята по хранению выкопки посадки забудет вы и видео сейчас я показала вам на обзоре какие посадочные есть материал вот из трех видов сортов чеснока сам у нас ярый чесночок это у нас зимний чесночок и это зимний маринный чесночок будет высаживаться все что есть из маринного чеснока конечно будем если в головке есть вот примеру зубчики да выбираем выбираем теки сами крупные салима вот этот вот крупный салим цей что мельче его можно оставить но зимний чеснок он долго не лежит значит я его порежу одев в перчатки потому что если не одевать перчатки и резать сами зубчики на вот такие вот пластинки отправлять дегидратор его сушить даже одну две головки почувствовать можно на руках такие как ожог вудери потом ничего не можно будет сделать руками то есть получается ожог пальцев надо одевать обязательно перчатки все равно не его отсортирую я возьму сами-самые крупные зубья сами крупные зубья а вот всего чеснока мы вважали зубчики астелы чесноком и зубчики давайте сейчас так же самое сделаем зубчик или другому мы сейчас потеряемся какая разница между вот этим вот белым новин можно сказать еще ему теки третий год винши ребеночек вот не сможете зубчики все равно крупнее все равно крупнее и вот такие вот зубчик вот таким вот зубчик если ринадин 24 грамма тоже кто уже специалист по чесноку по чесноку по чесноку по честности может можете тоже откомментировать про чеснок шовин вам напоминали некий сорт вот давайте мужа отломаем с 16 грамм вот у нас есть выбор да какие чеснок оставить 16 18 24 можно ребята посмотрите ввесь но потом уже отобрать если мало посадочного материала к примеру можно посадить весь и потом уже отбирать крупный 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 если вин в чем нужен ничего страшного если вы примеру весьма то субе на мариновку огурцов или десь там на кухне перерабатывать мясо если чеснок до 17 грамм или вы будет примеру 20 грамм это уже кто работает на сортности так и по породе птицы по животным так и по семьям по семенам я по семьям я и по семенам все работать очень интересно если правильно все все работать буду конечно и результат ну а то конечно сиамские близнецы за хорошо 40 грамм 40 грамм не в руку приличный вес приличный вес 40 грамм то чуть больше потому что есть хвостик 49 упускаем до 45 грамм тут конечно трошки разделилась ну вот такие дела вот такие обзор ребята я вам сделала на чеснок який я буду высаживать мене звать хитрукий лена житель южной части украины так что чеснок несколько лет назад я це и выращивала и у меня его было очень много я его сушила в дегидраторе я его реализовала но так как у нас его весь не купили вот такими косами я опустила его весною ну то есть у нас весны уже був в подвале вот так примеру я его литом выбрала все его зачистила заплела опустили на хранение в зиму опустила в подвал весной достали подивились продали что они продали опять опустили в подвал и надо все можно сказать цей чеснок уже все вице лептюетсяshire потому что несколько чесноков то я покупала то вони уже все вони дилала ся мягкий потому что или копание битье или неправильно копание или от примеру неправильно охраныли неправильно сохранение як карабах не в той день вырывали под воду попал, не было циркуляции воздуха, он может тут вот такой ценностью синюю пойти, тоже таки много нюансов. Ну, я его пустила опять в погреб, все лето он пробовал у меня в погребе, и в октябре, когда опускалась уже картошка, корнеплоды, я вот так взяла косичку, пощупала, а здесь есть и зубчики хорошие, вот представьте, целый год просадил на поверхности, не в земле, и я взяла его, посадила, и вот что мы маем. Что мы маем? Конечно, урожай мог бы быть и получше, но бачим, нам самое главное взять вот эти вот зубчики, крупнота зубчиков, а потом це все можно нарастить, может быть головка больша, крупна, но зубья будуть мелкие, а на посадку мелкие зубья не надо. Вот на примере оцей головки, вы бачите, есть зубчики, крупный, крупный и мелкий, значит мелкий я не садю, я садю крупный, крупный, и выбираем крупный, но с ярых сортов чеснока надо садить эти вот эти, что есть зубчики снаружи, пишу, внутри не надо. Ну, есть неправильные продавцы, они садить вот эти вот сами крупные, а мелкие, вот эти вот мелкие, и серединки продают на баночку как посадочный материал. Потом вы, к примеру, купили чеснок, и вам человек сказал, что это такой-то сорт, крупный, хороший, вкусный и ароматный, но у вас, к примеру, не повторили сортность головки, не повторили, к примеру, получилось или мелких полно, или головки меньше, ну, тоже, если вы даже старались его высаживать, головки получались меньше, потому что вы посадили то, что надо скушать, а вы его пустили в землю по своему незнанию. Вот я вам говорю, и, возможно, еще есть зрители, кто смотрит и знает все, они подтвердят, что в действительности надо садить зубчики, чтобы были крайние, и более крупные. Это ярый чеснок, это ярый чеснок, а вот зимний, у него, ребята, у него в серединке нема. Вот, у него такая вот палочка есть, вот так он держится. Если оторвать от этого чубчика, от этого чесночка, он быстрее может прийти в состояние или гниения, или высыхания. Вот так он держится, он как бы запечатанный, не поступает туда воздух. И сейчас, если я собираюсь сажать чеснок, вот это я окрамала его, и сейчас же я его буду сажать. Не надо его за месяц, за неделю, за пять дней его выривать. Тут, может, и видно, а видно, или даже не видно на этом зубчику, и еще не видно, а на этом уже проявляются корешки. Видите? Хранися, что один чеснок в коробке бумажной, что другий чеснок в коробке бумажной. Сейчас посмотрите. Выривался он в один день. Ага, тоже есть. Вот он. Вот он. Вот он зубчики. Есть зубчики. Отлично. Тоже есть зубчики. Если отломать и сразу посадить в землю, то идут быстро корешки. А если отломали, и прошло якийсь период времени, если что в помещении было жарко, или сырость, или вы просто в пакете его додержали. Все. И вот тут задыхнется, начнет гныть, и падает один у него урожайность. Будет говорить, что покупав, хозяйка показывала чеснок больший, а у меня получился бложки. Потому что, ребята, все нюансы надо соблюдать. Интересна тема чеснок, бутики, растения. Интересна тема помидоры. Интересна тема, ты же самим, перепела. Интересна тема, ты же самим, курочки, эти у нас есть на основном направлении. Все, чем человек увлекается, если в нем есть какие-то развития, к примеру, вин выращиваю винограды, или вин выращиваю цветы и розы. Во всем есть интерес развития даже самого человека. С вами была Хитруки Лена, житель южной части Украины. Показала вам чеснок. Вот такие, какие мы будем сажать, размножать и освещать на своем канале Хитруки Лена Жизнь. Всем всего доброго, до новых встреч. Ну и номер телефона вы не записали. Всем добра и хороших урожаев.